В прошлом видео я рассказал вам об альтернативных техниках создания масок. Но вот примеры, которые я предоставил, были страшны, как атомная бомба. Итак, вы видели использование техники на абстрактных примерах. Я же хочу показать, как эти техники могут использоваться в реальной работе. И вы увидите, что опция, позволяющая рисовать лишь внутри нужного контура, может серьезно ускорить вашу работу. Обычно я использую фиксированные прозрачные пиксели прежде всего для создания формы, а не цвета. И вот я выберу яркий розовый цвет, которого нет на моей иллюстрации. И затем я начну им рисовать форму сапог, которые должны быть на персонаже. Так как у меня отдельный слой, я буду переключаться с кисти на ластик, чтобы вырезать нужную мне форму. Вот, смотрите, сейчас будет наша форма готова. И как мы можем видеть, розовый совсем не встраивается в общую палитру сцены. Но давайте попробуем включить опцию фиксирования пикселей. И теперь я могу рисовать настоящими тонами, теми, которые мне нужно использовать на изображении. Я возьму уже готовые цвета рисунка. И выберу большую кисть, ведь я могу выходить за границы контуры, и мои мазки будут отображаться лишь на области с розовой краской. Теперь я работаю лишь на одном слое, я не могу использовать несколько слоев, как я делал раньше. Я просто обозначаю в общих тонах свет и тени, которые мне нужны. Мне не нужно беспокоиться о том, чтобы не вылезать за контур. И все за счет того, что я сначала создал форму и зафиксировал пиксели. И после я могу рисовать так, как я хочу. Когда общий свет и тень готовы, и когда готова форма ботинок, можно добавить детали. Мне кажется, что обтравочная маска – это отличный инструмент для добавления деталей поверх формы. Я создам новый слой, установлю режим наложения на умножение, и это очень хороший режим для затемнения деталей. И далее я преобразую слой в обтравочную маску. Теперь я могу уверенно рисовать внутри линий, и теперь моя работа – она на отдельном слое. Поэтому я могу аккуратно удалить все лишнее со слоя ниже. То есть я просто накладываю небольшие детали. Вы можете добавлять любые понравившиеся детали. Вы даже можете добавлять детали с фотографией. Так как обтравочные маски можно группировать, то я могу создать еще один слой и превратить его в обтравочную маску. И затем я укажу на этом слое немного иной режим наложения, например, осветление основы. И теперь мне нужно добавить освещение. И так как маски на отдельных слоях, я могу уменьшить непрозрачность, чтобы найти более подходящий тон. Как вы видели, я рисовал очень уверенно. И все потому, что я не боялся, что я выйду за линии. И так это очень удобно. Сначала нарисовать форму любым подходящим цветом и зафиксировать пиксели. А затем немного обработать форму. И когда обработка будет закончена, создать обтравочную маску и наложить нужные детали. Пробуйте. Удачи! Спасибо за внимание! Продолжение следует...